В начале заседания депутат Алхаз Барциц предложил внести в повестку принятие закона о международных договорах во втором чтении. Законопроект был внесен. Первым вопросом был рассмотрен проект закона об акцизах. Проект закона предусматривает установление как фиксированных, так и комбинированных налоговых ставок. Также предусматривается дифференциация налоговых ставок. К акцизной продукции относится алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%. Табачная продукция, электронные системы доставки никотина, устройство для нагревания табака, жидкость или электронных систем доставки никотина, любая жидкость с содержанием никотина в объеме от 0,1 мг или 5 мл, а также ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов. Закон был принят во втором окончательном чтении. Принимаемый закон будет регулировать правоотношения. При установлении перечня лиц, являющихся налогоплательщиками налога, определении объектов налогообложения, перечня товаров, подлежащих обложению акцизам, определении налоговой базы, налогового периода и налоговых ставок, порядка исчисления уплаты акцизов, установление порядка обоснований применения, освобождения от налогообложения акцизами при экспорте подакцизных товаров. Далее парламентарии рассмотрели проект законов о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Республики Абхазия и о национально-освободительном движении абхазского народа. Документ разграничивает категории ветеранов, устанавливает их права и социальные гарантии. Учитывая особую значимость этих законопроектов и необходимость их принятия, Комитет по обороне и национальной безопасности привлек к работе представителей Минобороны и ветеранских организаций. Законодательный акт о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий в послевоенное время отсутствовал. Также в нашем законодательстве отсутствует законодательный акт, определяющий статус и регламентирующий права и меры социальной защиты лиц, принимавших участие в национально-освободительном движении нашего народа, устанавливающий государственную политику в данной сфере. Депутат Астамургир Хели отметил, что законы помогут лучше классифицировать категории ветеранов. В предлагаемом на высшее рассмотрение сегодня в законопроекте определяются понятия Отечественная война народа Абхазии в 1992-1999 годах, ветеран войны, ветеран тыла, ветеран боевых действий на территории Республики Абхазия. Абхазия – инвалид войны, другие, которые до этого не были законодательно закреплены. Также законопроект устанавливает меры социальной защиты как ветеранов, так и ветеранов тыла. Предлагаем принять законы о ветеранах, которые обеспечивают правовые гарантии социальной жизни ветеранов, поможут создать условия для обеспечения им достойной жизни, подсчет и уважение в абхазском обществе. По мнению депутата Беслана Халваш, после принятия закона необходимо провести перерегистрацию ветеранов для получения точных данных об их количестве и классификации. Спикер парламента Лаша Ашуба в свою очередь отметил, что обсуждаемый законопроект в действительности очень важен. Уверен и убежден в том, что он будет нуждаться еще в дополнительной доработке, в процессе реализации закона будут выявлены его минусы, недоработки и так далее. Я думаю, что это и часть нашей ответственности, ответственности седьмого созыва, предстоящие три с половиной года, мы тоже сможем внести соответствующие изменения и правки. В общем-то, считаю, что принятие закона давно назрело, но этот закон жизненно необходим для наших ветеранов и для всего нашего общества в целом. В итоге депутаты приняли законопроекты о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Республики Абхазия и о национально-освободительном движении Абхазского народа во втором окончательном чтении. Закон вступает в силу с 2024 года. Следующим вопросом, выдвинутым на голосование, был закон об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. Докладчиком выступил министр финансов, вице-премьер Владимир Делба. Республиканский бюджет по доходам составил 10,6 миллиардов рублей, по расходам – 10,4 миллиарда рублей, по источникам финансирования дефицита – 215 миллионов рублей. Собственные доходы бюджета впервые достигли 4,9 миллиардов рублей. Бюджет у нас за прошлый год государственно исполнен на уровне 110,2%. В доходную часть бюджета поступило средств на 1,2 миллиарда рублей больше, чем это прогнозировалось параметрами. Если соотносить по отношению к предыдущему году, то динамика составила 34%. Общие итоги исполнения государственного бюджета за 2022 год сложились с профицитом 398,5 миллионов рублей. В соответствии с общим объемом на 2022 год республиканский бюджет исполнялся в режиме наличия целевых республиканских программ, которых у нас в 2022 году было 12,9 адресных мероприятий. Общий объем на реализацию этих программ и мероприятий составил 1,1,1 миллиарда рублей. Отчет об исполнении бюджета за 2022 год был принят в первом и втором окончательном чтении. Также единогласно был принят отчет об исполнении бюджета фонда репатриации за 2022 год. На принятие в первом чтении также был вынесен законопроект о введении в действие части 4 Гражданского кодекса Абхазии. Законопроект представил постоянный представитель президента в парламенте, министр юстиции Андрей Барциц. Сама по себе цель проекта следующая – это восполнение пробелов нормативно-правового регулирования в целом и совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Это совершенствование непосредственно правовой базы и установление новых правил, норм и правовых принципов регулирования интеллектуальной собственности. В первом чтении был принят и законопроект о внесении изменений в закон об НДС. Проект закона предусматривает установление обязанностей по восстановлению сумм налога, которые ранее были приняты к вычету при приобретении товаров, работ или услуг, в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае, если они перестают использоваться в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость. Во втором окончательном чтении парламент принял законопроект об установлении отчислений в местные бюджеты. До конца этого года Ачимчирские и Ткорчалские районы будут получать по 50 рублей с реализованных билетов в Ритцинский парк и Новоафонскую пещеру, по 150 рублей – в бюджет Гудаутского района, за исключением билетов, реализованных детям от 8 до 12 лет по установленной стоимости. Депутаты внесли изменения в закон о страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия. Парламент освободил всех военнослужащих от уплаты взносов. Данный проект закона направлен на установление нормы, освобождающей от уплаты страховых взносов с денежного довольствия военнослужащих, агентства правительственной связи Республики Абхазия, Государственной миграционной службы Республики Абхазия, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. Также депутаты в окончательном чтении внесли изменения в закон о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Проект закона закрепляет исключительное право Банка Абхазии как учредителя АПРО на разработку и утверждение правил НПС. Проектом вводится понятие банковский платежный агент, возможность кредитных организаций привлекать банковских платежных агентов в целях осуществления отдельных банковских операций, а именно осуществления перевода денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Сегодня наша страна подошла к автоматизации деятельности банковских услуг, расширение спектра оказания банковских услуг, сегодня это веяние и требование времени производить онлайн-переводы банковские и самое главное, чтобы онлайн-переводы осуществлялись и нормы были заложены для того, чтобы качественно оказывать эту услугу. В первом чтении принято постановление об административно-территориальных единицах и названиях населенных пунктов Республики Абхазия и утверждений русской и английской транскрипций, их номинований. Целью данного проекта постановления является установление правильного написания на абхазском литературном языке названий географических объектов в Абхазии и по возможности их максимально точная передача на русскую и английскую транскрипцию. Это даст возможность, но прежде всего, правильного написания географических объектов в Абхазии на картах, в учебниках, географии, природоведении, истории, в научных, учебных, справочных и других печатных изданиях, СМИ, ну а также в официальном делопроизводстве и на дорожных указателях. Парламентарии также приняли решение сократить территорию национального парка Кадорское ущелье на 16 тысяч гектаров в пользу лесного фонда на 10 лет до 2032 года. Проект представил депутат Тимур Бея. На заседании сессии парламента также был рассмотрен ряд семейных вопросов. Что касается законопроекта о международных договорах, внесенного в повестку Алхасом Барциц, то после обсуждения он был отправлен на доработку. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин